Здесь не просто, а здесь не только частицы, но здесь по тракту, а здесь еще и источник электронов и источник ультрафиолетовых лучей. То есть три воздействия сразу. Ну, позволяет как-то более полно моделировать космическую среду. Это ускоритель частиц. Китайские ученые из Пекинского института инженерии космического пространства им-то и заинтересовались. У самих такого нет. Ускоритель позволяет имитировать поведение микрочастиц, с которыми спутник встречается в космосе, и таким образом просчитать все возможные риски. В университете есть еще один электромагнитный ускоритель, но уже больших частиц. Сейчас он в процессе сборки. Твердые тела установка может разгонять до 3-4 километров в секунду. Такие исследования нужны практически всем предприятиям космической отрасли. В будущем в университете появится аппаратура для исследования влияния плазмы на спутники. Ее создадут вместе с китайскими учеными. В итоге в международной лаборатории можно будет проводить множество испытаний с участием микрочастиц и крупных объектов. Вот такой космос в условиях одного отдельно взятого университета. Валерия Макарова, Константин Головин. События.